В последнее время рынок очень сильно колбасит в связи с последними событиями. И я не успевал просто публиковать видео, потому что целиком был в рынке, конечно же, потому что пытался что-то сделать. И сегодня я хочу немножечко выступить со своим анализом, как я вижу ситуацию, что будет и как можно обезопасить свои финансы. И что делать, и не пора ли покупать нам российские акции, которые очень сильно просели в связи с последними событиями. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, давайте посмотрим для начала на фондовый рынок и потом, чем это вызвано. Вот, смотрите, сейчас вы видите индекс РТС, ну, в частности, фьючерс мартовский. И вот вы видите, насколько сильно он обвалился. Давайте посмотрим, линеечку проведем сейчас. Где она у меня? Вот она. Вот, и посмотрим, насколько же он обвалился за последние, ну, два дня буквально. Вот, на текущий момент, сегодня 23 февраля, сегодня наша биржа российская не работает, но работает фондовый рынок, не фондовый, а срочный рынок. И там можно все вполне хеджироваться. И это вот сейчас мы видим фьючерс, который торгуется в текущий момент на фондовом рынке. И сейчас я покажу вам свою позицию даже. Вот, посмотрите, минус 27%. То есть на 27% это неслыханно вообще упал индекс РТС. Ну, что это значит и насколько это неслыханно? Давайте посмотрим. Сейчас вот я дневной график включу с дневным таймфреймом. И вот так вот. И вот так. Ой, тогда я включу сейчас индекс РТС. Потому что не фьючерс, а сам индекс. Вот, посмотрите. Сейчас он опустился буквально до уровня, на котором был в 2020 году. То есть, два года роста коту под хвост. Вот, два года бешеного роста и на минимумах. Что будет дальше и чем это вызвано? Ну, на самом деле это вызвано, естественно, напряженностью с Украиной и ожиданиями буквально предстоящей войны. И я вам очень советую внимательно послушать срочное обращение Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР. Мы уже знаем, что когда там, во вторник, состоялось нет, в понедельник заседание Совета Безопасности, которое типа было прямая трансляция. На самом деле трансляция не была прямой, потому что там видно было, что вырезали, так сказать, по часам увидели, что смонтировали. И почему-то выступления Генерального прокурора не показали, что это было за заседание Совета Безопасности. Да, кстати, я выражаю только свое мнение. Я знаю, что многие с ним не согласятся. Напишите, пожалуйста, согласны вы или нет с этим мнением. Очень интересно, кстати. Вот. Я не поддерживаю войну. Сразу могу сказать, я не поддерживаю, ну, буквально линию нашего руководства. Вот. И смотрите, для чего был создан этот Совет Национальной Безопасности. Для чего? Потому что Путин не хочет брать на себя ответственность за то, что будет развязана буквально война. И он собрал Совет Национальной Безопасности, где вызвал каждого буквально. И перед камерой скажите, пожалуйста, вы, как вы считаете, значит, что нужно делать, признавать ли ДНР или нет. Вот. Но, в общем, выглядело это достаточно печально. Выглядело это, ну, как будто, ну, не то, что как будто, а как то, что Путин хотел, чтобы люди, которые окружают его, руководство страны, руководство ФСБ, там, армии и так далее, Росгвардии, генеральный прокурор, министр иностранных дел, все-все-все, высказались и сказали свое отношение. Вот. Ну, это стоит того, чтобы посмотреть или не стоит, я не знаю, это было очень печально на самом деле, потому что выглядели они достаточно убого. но, кроме, значит, два выступления, которые я бы выделил. Это выступление Медведева и выступление Мишустина. Ну, Медведев сказал, что когда он был президентом, он уже развязывал войну и никуда этот Запад не денется, который угрожает нам санкциями. Он сначала, конечно, все будет печально, но потом никуда они не денутся, приползут на четвереньках как миленькие к России и начнут сами выпрашивать у нас, чтобы мы с ними встретились. Наконец-то. Вот как бы такое отношение. Все остальные там просто как попугаи говорили, там типа, да, я, значит, готов, потому что, ну, как бы, понятно. Вот. И больше всего мне понравилось выступление Мишустина, который, естественно, тоже был за, да, но это премьер-министр, и он, в общем-то, экономист и с экономической точки зрения сказал, к чему приведут вот эти вот санкции и все прочее. А он сказал следующее, что, в общем-то, это приведет к росту российской экономики. Это приведет к значительному ослаблению рубля и росту российской экономики. Ну, действительно, я вот с ним, наверное, соглашусь, потому что я помню дефолт 1998 года, когда Россия объявила, что не будет больше платить по долгам, естественно, все деньги сразу выйти из России. Вот. И я помню, что было сразу после дефолта. Тогда доллар вырос в два с лишним раза за один день, то есть дефолт был объявлен там в пятницу вечером или в субботу, когда все уже было закрыто. Вот. В понедельник доллар в два с половиной раза вырос. Я думал, что это будет катастрофа и война буквально гражданская, потому что я думал, что сейчас взлетят цены, они однозначно должны были взлететь в два с половиной раза, потому что все импортное, и народ начнет громить киоски и так далее, и так далее. Потому что сигареты импортные, алкоголь импортный, и люди, которые потребляют больше всего сигареты и алкоголь, они наиболее агрессивные и начнут громить, значит, обвинять вот эти киоски, которые тогда были в массовом количестве, если кто помнит. Ничего подобного не случилось. Ну, а я уже понял, что мне пора закрывать полиграфию, потому что, ну все, никто не купит. Дело в том, что у меня в полиграфии все-все-все абсолютно материалы импортные, то есть это мы печатаем на импортной бумаге, импортными красками, используем импортные химикаты, и все запчасти, естественно, импортные, потому что у нас импортные станки были. Вот, и, соответственно, я думал, что же делать, но повышать цену в два с половиной раза я не мог. Да, и зарплату я считал в долларах людям. Ну, что я сделал тогда, я сказал людям, что все, в долларах вы уже не будете получать, зарплату будете получать в рублях. Соответственно, они повозмущались, а куда они денутся, и все это сделали. И, ну, цену я поднял, ну, буквально там в два раза. Что произошло после этого, через неделю? Я жду, все, значит, ну, у меня запас там, ну, месяц, и все, я закрываюсь. Вот, что произошло? Через пару недель мне звонит заказчик, говорит, давай срочно этикетки. Вот, мы печатали этикетки для малого бизнеса, в основном. Вот, и я говорю, ну, вы знаете, я с удовольствием вам напечатаю, я просто счастлив вашему звонку, но, к сожалению, у нас цены поднялись в два раза. Говорит, я понимаю, печатай по любым ценам, только срочно, потому что спрос дикий. И за этим звонком последовал следующий, 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 и мы просто не успевали печатать и возить, мы работали как проклятые, и все пошло сразу оживать. Вот это вот срочный малый бизнес. Почему? Потому что российские производители стали в бешеном количестве производить, потому что все побежали за нашими отечественными товарами, потому что импортные товары очень-очень сильно подорожали, и уже все стали покупать наши отечественные товары, что привело к росту, ну, вот этой вот промышленности, которая производит товары. Ну, прежде всего, это производство сразу касается продуктов питания, сразу, моментально, потому что все, импортные продукты питания взлетают в цене, они становятся дороже, и люди начинают брать российские продукты. После этого идет подъем в легкой промышленности, то есть швейная промышленность, а мы печатали как раз этикетки и всякие там упаковки мелкую, для, в основном, пищевой промышленности и для легкой промышленности. Все это будет, ну, просто бум, понимаете? То есть вот какие-то швейные фабрики, которые, вы не удивляйтесь, но они есть, их много, вы просто не знаете, может быть, и все это приведет к буму, к буму вот в этих, во всех делах. Поэтому вот такое дело. Ну, а что будет дальше и как хеджироваться? Да, что с фондовым рынком? Ну, значит, промышленность начнет расти, но на фондовом рынке компаний, которые занимаются вот этой вот легкой промышленностью, их не так много. Основа нашей экономики, это, конечно же, нефтяной сектор, нефтепереработка, энергоресурсы и зерно, и золото. И, ну, в общем-то, экспортные отрасли, которые торгуют за доллары. Конечно же, они должны, по идее, вырасти, потому что цены тут же должны вырасти на все вот это вот. Но, но, если вы посмотрите вот это выступление Путина, обращение, я очень вам советую его посмотреть, послушать внимательно, потому что там просто полный кошмар. И то, что, ну, я когда слушал, я понял, что все, Россия пойдет на Киев буквально завтра. Но вот в конце этого выступления, которое длилось почти час, оно завершилось тем, что я подписываю, значит, договор признания ДНР и ЛНР. И все. То есть, никакие войска вроде не входят и в Киев. И на самом деле, сразу после этого, сразу после этого, война не началась. Вот. И я уже все, так сказать, сливаю воду, я уже думаю, ну, блин, все полный кошмар. Вот. Что делать там? Я в предыдущем видео сказал, что я в последний день там купил машину, значит, поменял машину, потому что машины подорожают. Машина импортная, естественно. Вот. И... А так как деньги были... Ну, я об этом отдельное видео сниму. Я думаю про то, как я с ним снял. Ну, купил машину, как вы и почему. Вот. Ну, а что по поводу выступления вот этого Путина? И что произошло дальше? Дальше мы признали ДНР, ЛНР, и вроде бы все. Стрельба не началась, войска не пошли. Ну, то есть, они и так там уже и начали входить, но как бы они не входят, трупы не идут, в общем, военные действия не начались. Запад собирался объявить санкции, но, в общем сказать, стало понятно, что санкции пока еще не будут жесткими. И многие из нас говорили, что Запад никуда не денется, он все равно будет вынужден покупать нашу нефть и наш газ. Логично совершенно, потому что, ну, без России это немыслимо, потому что 30% всей нефти это Россия. И если российскую нефть обрубить, то есть санкции, которые вот самые жесткие, то, соответственно, ну, просто мировая экономика не выдержит таких санкций. И поэтому, ну, вот я читал, ну, скажем, биржевик, например, он говорит, никуда они не денутся и так далее. И Медведев сказал то же самое. Никуда они не денутся, приползут на четвереньках и будут умолять нас продавать им газ и нефть. Но я считаю, что бизнес вот на таких условиях вести нельзя. И в долгосрочной перспективе сейчас уже все Европа, все страны ищут альтернативу российскому газу, потому что, ну, Россию, российский газ брать нельзя. И надо против России вводить санкции, ну, как они говорят, и постепенно, и надо как-то искать альтернативу. Альтернативу быстро найти нельзя, потому что, значит, те месторождения, которые, ну, традиционная добыча газа, она уже завалена, ну, как бы завалена контрактами, там все расписано, они обратились к Катар, там и так далее, крупнейшие поставщики газа, они говорят, мы не можем срочно и быстро увеличить объемы поставок газа по существующей инфраструктуре. Сжиженный природный газ то же самое, там еще хуже, потому что для того, чтобы поставлять жиженный природный газ, его надо не только, значит, заплющить, там, чтобы он стал жидким, но и танкеры. Значит, соответственно, спрос на танкеры резко вырос, и, так сказать, там, цена газа резко выросла. Вот, но пройдет какое-то время, построят танкеры, построят, найдут новые месторождения, найдут новый газ, и через какое-то время, ну, они приложат все усилия, ресурсов у них хватит, для того, чтобы просто перестать брать российский газ, ненадолго. Они его будут брать, но он уже будет не российский, потому что после того, как, значит, Россия останется без экспортных поступлений за газ и за нефть, которые тоже очень трудно заместить, еще сложнее, вот, но они постараются ослабить Россию. Россия, напоминаю, сейчас, это примерно полтора процента от мирового ВВП, а Америка в районе 30% от мирового ВВП, то есть, представьте, полтора и 30. То есть, наш потенциал в 20 раз ниже, а так как все, так сказать, как бы страны Запада против нас, то, соответственно, ну, как бы силы не равны. И понятно, что у нас есть только ядерный потенциал и больше ничего, и тот потихонечку уже уходит. Именно поэтому Путин именно сейчас начал вот это вот обострение. Ну, честно говоря, я всегда считаю, что когда возникает конфликт, то виновата не одна сторона, не только Россия, скажем, а и другая сторона. И в том, что, говорит Путин, есть, в общем, моменты, элементы истины, потому что, ну, Америка как бы вообще перестала слушать какие-то доводы и перестала принимать во внимание российские интересы. Их тоже надо отстаивать. Но как их надо отстаивать, это уже другой вопрос. И, ну, да, вот, наша страна пошла на это дело, на это резкое обострение с тем, чтобы, ну, сейчас уже, так сказать, все говорят только о России. Еще недавно, совсем с полгода назад, о России вообще никто никогда не вспоминал. Хотя это крупнейшая, вообще говоря, страна в мире, по крайней мере, по площади, но и по многим всяким другим вещам. то есть, как бы, я считаю, что здесь обоюдная, в общем, вина в развязывании этого конфликта есть. Вот. Но я не за войну, однозначно. И если вы послушаете вот это вот обращение Путина, так там вообще... То есть... Ой, ребята, я слушал, и вообще я был в афиге просто. Ну, мне показалось, что это... Что зря он это сказал, потому что, ну, он просто достаточно, мне кажется, искренне рассказал то, что у него творится в голове. А в голове у него творится, на мой взгляд, ужас, паранойя, и страх, и все прочее. То есть это... Это просто кошмар. И он, типа... Ну, помирать так с музыкой, как он когда-то сказал, что, типа, мы развяжем ядерную войну, мне все равно помирать, так помру со всем миром. Вот так вот громко и сильно, грубо говоря. То есть у нас ядерного оружия хватит для того, чтобы уничтожить весь мир. Ну, это так, на секундочку. Вот. Я очень надеюсь, что этого не произойдет все-таки. Вот. Но все это привело вот к этому резкому падению рынка. Теперь о том, как застраховаться и что будет. Смотрите, санкции, которые были обещаны, значит, их объявили. И сразу после санкции что произошло в момент, когда Трамп, не Трамп, Господи, Байден начал объявлять эти санкции. Посмотрите. Вот что произошло. Давайте сейчас я включу опять четырехчасовой график. Санкции оказались не такие страшные. Не такие страшные. И вот здесь вот доллар к рублю. Доллар сначала вырос, то есть рубль упал. Вот. И потом, когда в момент объявления, это 22 февраля, вот, уже ближе к вечеру, значит, стало понятно, что войны не будет и что санкции будут не самые жесткие. Санкции действительно оказались, ну, вообще никакие. То есть, были объявлены санкции против банка ПСБ, который уже фактически отключен от Свифта, потому что это банк оборонный. Ну, то есть, там просто нет этого, ничего. Вот, отключили. Отключили другой банк, я не помню уже, ну, Генбанк, который работает с Крымом там. Ну, то есть, какие-то такие совершенно, ну, несильные санкции, которые... Ну, и да, ввели санкции против депутатов, да и бог с ними, которые принимали закон о ДНР, ЛНР, ну, и там какие-то персональные санкции. Ни о чем, короче говоря. То есть, никак это не повлияло на рынок и только улучшило. И индекс РТС в этот момент начал отскок. Вот он, этот отскок. Причем, ну, он кажется, что здесь небольшой. На самом деле, он не такой же небольшой. Индекс отскочил от минимальных значений в 108,700, там 109 пунктов, ну, 1000 вернее, да? ой, а, ну, это фьючерс. 109,500 до 123, 750. То есть, очень резко начал расти индекс РТС. Ну, как раз именно в связи с тем, что рубль начал укрепляться. Вот. И казалось бы, вот оно все, акции надо брать. В санкции не попал Сбербанк, не попал ВТБ, хотя сказали, что они будут следующие. Это, ну, самое страшное на самом деле было из тех санкций, которые собирались объявить. И, соответственно, все пошло в рост. Сегодня 23 февраля, сегодня биржа работает, срочный рынок, и индекс пошел опять вниз. Ну, почему он пошел вниз? Потому что слышится заявление, что, ну, в общем-то, какой следующий шаг будет? И это было вот в путинской речи, в этой, что, в общем, за признанием ДНР, ЛНР, Совет Федерации принял постановление о разрешении действий российских войск за рубежом. Власти, ДНР, ЛНР сказали, ну да, ДНР, ЛНР, но в каких, значит, стали обсуждать, в каких границах, ну, решили, что пока в тех границах, которые очерчены, ДНР, ЛНР, не Донецкая и Луганская область, а ДНР, ЛНР занимают всего 30% в Донецкой и Луганской области, но, в общем-то, претендует на всю область, по крайней мере, и в той речи Путина, так сказать, ну, он сказал, там, вы хотите декоммунизации, так вы ее получите. Это буквально угроза, но это значит, что, ну, буквально он на Киев нацелен. И будет ли это или нет? Я думаю, что это будет, но не сразу, а постепенно. и все идет, ну, как бы, к тому, что будет идти самый худший сценарий, потому что сейчас, вот, мы признали ДНР, ЛНР, по опросам, оперативно проведенным, большая часть населения, там, в районе 70% населения России, поддерживают это решение, ну, потому что они еще не знают, чем это грозит, тут я даже встретился с мнением, что все будет хорошо и цены начнут понижаться, вот, с чего бы это вдруг, вот, однозначно жизненный уровень наш упадет, вот, и да, среди санкций остановка сертификации северного потока и, кажется, северного потока, но, не будет, то есть, Европа, сжав, в общем, сказать, всю, собрав всю волю в кулак, решила, что от северного потока, наверное, надо отказаться, хотя это очень-очень выгодный проект для Германии, которая до конца не хотела отказываться, но когда вот такая ситуация, то они сказали, что да, мы остановим северный поток-2. К чему это приведет? А это приведет, предсказуемо абсолютно, к росту цен на газ. Попытка отрезать Россию от нефти привела к тому, что, типа, и с Ираном, бог с ней, с ядерной сделкой, давайте уже сюда, переговоры, но, в общем, там пока еще переговоры, несмотря на какие-то вот такие заявления о том, что все хорошо, так сказать, иранская нефть пойдет, на самом деле, в ближайшее время она не пойдет и не будет замещать российскую, но цены на нефть тоже вырастут. Вот, но что произошло, вот именно сейчас, это, значит, остановлена просто сертификация северного потока-2 как минимум до лета, это значит, что цены на природный газ будут расти. на природный газ есть фьючерс, и я вам, ну, просто чисто мое мнение, проверьте ее, пожалуйста, но я думаю, что очень даже стоит взять контракт на природный газ. Как он выглядит? Вот, кстати, моя ситуация, сейчас, я вчера заработал 60 тысяч рублей, сегодня я все их потерял, вот, потому что, потому что, вот, снова вот этот рынок упал, вот здесь вот я заработал их, здесь я их потерял, но я надеюсь, что завтра будет все-таки отскок вверх, вы видите, это по моей стратегии, вот она сюда идет, вот, но вовсе не факт, что это произойдет на самом деле, вот, буду смотреть, буду корректировать, я надеюсь, что все-таки будет некий отскок, я думаю, что это дно все-таки на ближайшее время, что с природным газом, я решил посмотреть, ну, я знаю, что природный газ это НГ, включаем, как раз сейчас, вот, вернее, завтра, смотрите, НГ-2-22, февральский фьючерс на натуральный газ истекает 24-го, 0-2-го, 2022-го, то есть завтра, и самое начало торгов, ну, как бы, не самое начало, вступает в силу НГ-3-22, мартовский фьючерс на натуральный газ, он истекает 29-го, 0-3-го, 29-го, 0-3-го, ну, как я уже сказал, практически наверняка, газ вырастет, то есть вот, ну, ну, не можно не вырасти, если Северный поток-2 останавливается, и там вся вот эта риторика, поэтому, если купить натуральный газ, давайте посмотрим, что это за инструмент, фьючерсы, фьючерсы на натуральный газ, валюта российские рубли, точность 3, на российские рубли можно не смотреть, это значит, что за российские рубли его можно торговать, стоимость шага цены 8, валюта шага цены доллары, то есть на один пунктик дернулся вверх, вы заработали 8 долларов, вы понимаете? Натуральный газ, НГ, НГ-3-22, давайте попробуем значит, посмотреть, что же это такое, я включил график, НГ-3-22, вот он, здесь, 4,55 пунктов, сейчас, текущая цена, на один пункт, это стоимость шага цены, шаг цены, это 8 долларов, то есть, будет 550, то есть, там, короче говоря, ну, дофига этих долларов, давайте попробуем посмотреть, сколько же он стоит, вот они, котировочки, 4,549, 4,550, но вы видите, что в третьем знаке, то есть, шаг цены, это третий знак, то есть, вот это вот, вот между этим и этим, это 8 долларов, понимаете, да, то есть, ну, это очень много, теперь давайте попробуем купить это дело, и посмотрим, что для этого нужно, для того, чтобы купить один фьючерс, на натуральный газ, мартовский, вот он уже, ну, подрос, 4,552 на один фьючерс, у нас объем сделки 36,749 рублей, это то, что, ну, это объем сделки, объем ГО, гарантийное обеспечение, это денег, сколько надо иметь на счете, для того, чтобы купить один фьючерс, 7,651 рубль, 55 копеек, то есть, смотрите, вы, если у вас есть 10,000 рублей, вы уже можете купить один фьючерс на натуральный газ, который практически наверняка вырастет, если он вырастет, ну, примерно там, скажем, до марта месяца, я не знаю, ну, вот, до 6 он может вырасти, я считаю, вот, то, соответственно, считайте, сколько же вы получите этих самых долларов, немало, вот, думайте, я вам рекомендую перепроверить эти данные, все вообще, что, сказать, натуральный газ, это натуральный газ, и так далее, и так далее, посмотрите у других источников, но я считаю, что газ вырастет в цене, вот, соответственно, я пока работаю с индексом РТС, он мне привычный просто, вот, но натуральный газ, мне кажется, есть хорошая идея, просто у меня все деньги вложены, вы видите, свободных денег нет вообще, вот, ну, мне кажется, с натуральным газом будет все хорошо. Вторая идея, это золото, золото у меня есть, вот оно, оно растет в цене, я купил, вы знаете, что я работаю с опционами, я купил, вот здесь вот, 10 опционов кол, на центральном страйке, так сказать, там 1806 был страйки, и 1810, насколько я помню, тут два страйка, они с разницей в 1 доллар, ну, как бы, страйки идут через каждый доллар, золото, это особый инструмент, дело в том, что на срочном рынке, вот, каждый фьючерс, это, к нему надо привыкать, и к золоту, и к доллару, и к индексу РТС, я работаю с РТС, я с ним привык работать, я знаю примерно, амплитуду колебаний, и так далее, вот, но с золотом, я тоже иногда работаю, вот здесь я их купил, и, значит, я, цель моя была 1880, я думал, что, ну, должен вырасти до 1880, почему? Ну, смотрите, почему, вот почему, вот, здесь была предыдущая, так сказать, как бы верхушка, и я думаю, что да, где-то вот сюда, вот 1880, вот он, видите, да, вот он сюда и должен вырасти, это, дальше он упрется сюда, и, значит, золото, и, либо пробьет, и уйдет вверх, а, скорее всего, так и произойдет, я думаю, ну, либо пойдет вниз, но я вот на 1880 зафиксировал прибыль, то есть я продал, сколько там из этих фьючерсов, ну, вы видите, что сейчас у меня 4 опциона, 4 опциона, 1 и 3 куплено, я их покупал по 20, вот эти по 21 доллару, эти по 27 долларов, вот, соответственно, те, которые покупал по 27 долларов, 120 долларов сейчас стоят, которые по 21, 101 доллар, вот, ну, вы видите, что я зафиксировал, таким образом, я продал, ну, я продал из 10, 6 опционов колл, я продал, и продал еще 4 опциона колл, со страйком 1880, то есть я зафиксировал эту штуку, что по поводу здесь стратегии опционной, вы смотрите, сейчас я покажу по золоту, как она выглядит, в чистом виде это практически колл спред, который идет сюда, и здесь я еще получу, сейчас посмотрим, правильно все, да, и здесь, если все получится, я получу еще 5000 рублей, ну, как бы там небольшая сумма, на самом деле вложена, в основном я торгую на индексе РТС, там амплитуда огромная, вот, такие мои мысли, то есть золото, я не знаю, стоит ли брать еще или нет, потому что оно уже выросло, натуральный газ, я думаю, что вырастет в самое ближайшее время, поэтому, ну, вот сейчас тем, кто может торговать на срочном рынке, я очень советую купить, либо фьючерс на натуральный газ, НГ322, ну, либо купить опционный колл, то, что я сделал с золотом, опционный колл стоит намного дешевле, вот, но там есть свои нюансы, то есть, если он не вырастет все-таки, то вы потеряете все деньги, которые туда вложили, то есть, не гонитесь за дешевизной, вы можете действительно, как вы видели, золотом в пять раз вырасти, но вы рискуете потерять абсолютно все, что туда вложили, это опционы, ну, если вы не понимаете, как с этим работать, как работать с опционами, как работать с фьючерсами, то для вас курс, ну, биржа для чайников, плюс опционы, ссылочка будет вон там, очень-очень разумная цена, я вас уверяю, и самым доступным языком, для полных чайников, я рассказываю о том, как начать торговать на бирже, как начать зарабатывать, и именно на курсе по опционам я рассказываю, как работать на срочном рынке, на котором как раз сейчас и надо хеджироваться, потому что, когда все падает, надо либо покупать натуральный газ, который растет при этом, ну, как я считаю, либо работать со срочным рынком, строить опционы и стратегии, для этого курс опционы, плюс биржа для чайников, то есть биржа для чайников, это самые-самые азы, вот, опционы для продвинутых, ну, ну, и, что я еще обещаю, это поддержка в чате, естественно, про которую я неоднократно рассказываю, мы там делимся, и инвестиционными идеями, о том, как мы строим стратегии, какие стратегии, и так далее, и тому подобное, ну, а на сегодня все, лайк, подписка, и до встречи, с вами был Демитков Юрий, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok